Ну, такая видная дама, например, каких-нибудь там под 40 или за 40, явно подготовленная к этой видеосъемке, то есть там макияж, все как надо, свет, значит, сделан. И, как правило, вот в такой приблизительно, вот в такой вот, такой вот высокомерный, немножко так, боком вот так вот, высокомерно так, она, значит, бывает такая стойка, она вот так вот сидит, и ни в коем случае, братья, вы что, даюсы, что ли, какие-то? Даюс, это тот, кто не испытывает ревности, жена, она, ты ей, ты ей должен сказать, ты, а ты Куран уже весь выучил, а ты там это делаешь, ты между тобой и Аллахом, все там? Почему чеченцы исторически отторгают русский мир? Это из-за того, что мы, вы мусульмане, или вы просто не хотите становиться такими же, как мы, немытыми и покорными рабами для русского царя? вопрос с самокритикой. Вообще, я как-то, по-моему, тебе как раз и отвечал насчет перенимания чего-то, когда приходящие к тебе не приносят ничего хорошего, то есть, того, что имеет какой-то... как бы это... не те слова, по-моему, я сейчас подбираю. Давай лучше приведем пример, когда сахабы во время правильного халифата, когда происходили какие-то завоевания, расширялся халифат, арабы, допустим, будущие, ну, мусульмане тогда в своем абсолютном большинстве были арабами, и эти арабы тогда покорили очень много совершенно не арабских народов, как, например, Магриб, это были вообще не арабы, а африканский Магриб. И за счет того, что пришедшие люди по своим нравам превосходили народы, проживавшие в Магрибе, эти народы перенимали вот все то, что... то есть, достоинства завоевателей, они видели, что их какие-то нравы, их традиции, их уклад жизненный, то, как они себя ведут, это все превосходит их уклад жизненный, и они поэтому перенимали. И эти народы, мало того, что они стали мусульманами, они еще стали арабами. Сегодня Магриб – это арабы, ты попробуй им скажи, что они не арабы, но они ведь исторические, это не арабские народы. То есть, они полностью переняли вот всю эту и культуру, и вместе с религией, и все, они взяли. А вот когда к тебе приходит, допустим, этот же завоеватель, или даже не завоеватель, неважно, кто бы и не был, когда у этого народа его нравы, его обычаи, они не то, что тебя не превосходят местные, они наоборот уступают, то, ну, странно, если народ с более высокими нравами, какими-то обычаями, традициями, такими достойными, мощными, если он их оставляет, и вместо этого берет какие-то недостойные, это было бы странно. Поэтому я не хочу долго на этой теме останавливаться, но если сейчас посмотреть, с чем приходила Россия, с чем приходит, и всегда приходила, и приходит русский мир, то никогда они не приносят ничего, что можно было бы у них повзаимствовать, там, оставив что-то свое. Поэтому, собственно, мы его и отторгали, и отвергаем, и будем, иншаллах, его отторгать. Магриманцы воевали против халифата, а потом подняли флаг халифата и понесли Ману-Далузу. Ну, так же, в принципе, все делали, там не было ведь тех, кто с радостью принимал завоевателей. Вообще, это в те времена, надо понимать, это немножко другие времена, это не как сейчас там. Тогда завоевание территории, покорение, это было вполне естественным процессом. Тогда и рабологический строй был, и рабы были вполне естественным процессом. Поэтому сейчас там многие на это смотрят, как на что-то такое. Тогда это так, в порядке вещей. И ни один народ, который завоевывали к городам, к стенам городов, которым подходило войско, этот город никогда с просертыми объятиями не встречал завоевателей. Всегда там ему были не рады. Но в конечном итоге, когда эти завоеватели халифата покоряли их, они селились вместе с ними на одних и тех же улицах, не было никакого высокомерия, они не жили в каких-то замках. И они приносили религию, они приносили красивые и достойнейшие нравы, и они приносили цивилизацию. То есть все очень много на тот момент таких продвинутых решений в сельском хозяйстве, в ворошении полей, во многом выращивании каких-то там фиников и так далее, они принесли туда, по сути, новые технологии по нынешним временам. И поэтому там присматривались сначала, потом потихоньку перенимали это все, и в итоге сейчас, видите, они все и мусульмане, и большинство из этих стран, тогда покоренных, они теперь еще и... Это теперь огромный арабский мир. Вообще я вот хотел бы остановиться на теме призыва. Я сейчас смотрю, залипаю часто по ночам перед сном на всякие рилсы, там шорсы. И не знаю, как у вас, но мне очень много попадаются, ну, примерно вот такие картины. Сейчас я попытаюсь это проиллюстрировать. Значит, ну, такая видная дама, например, каких-нибудь там под 40 или за 40, явно подготовленная к этому, к этой видеосъемке, то есть там макияж, все как надо, свет, значит, сделан. И, как правило, вот в такой приблизительно, вот в такой вот, такой вот высокомерный, немножко так боком вот так вот, высокомерно так, она, значит, бывает такая стойка, она вот так вот сидит. И вопрос. Муж запрещает работать, значит, что делать, стоит ли жить с таким мужем? И вот это, значит, она, типа, психолог. И она, значит, отвечает, ни в коем случае этот, это неуверенный в себе мужчина, он, значит, там, абьюзер и так далее, уходи от него и все такое. Ты, значит, делаешь верх пальцем, и следующее, следующее видео, это уже такой бородатый, такой молодой парень, ну, внешний вид чисто такой, мусульманин, аглю сунна, и он ровная противоположность вот тому, что говорит эта, вот эта барышня, психолог, там приблизительно такой же вопрос, ему задают там, жена хочет работать, или там хочет бизнес открыть, что, типа, посоветуешь? И он говорит, ни в коем случае, братья, вы что, даюсы, что ли, какие-то? Даюс – это тот, кто не испытывает ревности, жена, она, ты ей должен сказать, а ты Хуран уже весь выучил, а ты там это делаешь, ты между тобой и Аллахом все там утрясла, все вопросы, а с мужем своим ты нормально там, типа, у тебя все нормально, вот, когда все это утрясешь, тогда ты будешь там, типа, заниматься бизнесом. Я, я вот ставлю себя на место какого-нибудь там человека, который, например, интересуется исламом, и он увидев вот эти вот две крайности, он может просто испугаться. Я хочу для вас, до вас донести, ребята, которые, может быть, вы интересуетесь исламом, поверьте мне, вот, между вот этими двумя крайностями целая, целый мир, это как будто бы запад там где-нибудь, край, знаете, Гавайские острова, и Япония приблизительно, только вот если не через Тихий океан, а через вот всю Европу, понимаете, расстояние, то есть между вот этим, этими двумя мнениями, там, там огромное количество нормальных, адекватных людей, с нормальными, адекватными взглядами, и если с одной стороны вот эта вот барышня-психологша несет полный бред, что жена там не должна в принципе вообще спрашивать у мужа, хочет она работать, она работает, если не хочет, что-то ему там не нравится, то пошел он, типа, я пошла там, найду себе другого, это абсолютно не, точно не исламский подход, и в исламской семье не может быть вот такой, таких отношений, когда нет гармонии, вообще в целом, в исламской семье муж является хозяином, и он должен что-то дозволять, что-то запрещать, и без его согласования с ним, там, ничего, конечно, никаких работ, там, бизнесов жена не делает, но в то же время, вот этот подход, типа, что если она работает, ты, значит, даюс, ты не испытываешь ревности, это полный бред, потому что полно здесь, тысячи братьев, у которых жены и работают, и занимаются бизнесом, и успешно этим занимаются, поэтому это, ни в коем случае не обращайте внимания вот на эти два, две эти крайности, посмотрите, найдите адекватных людей, они вам дадут адекватные взгляды. Субтитры создавал DimaTorzok